В нашем церковном календаре День Святой Фёклы отмечают 7 октября. Она в чине первомучеников, то есть среди первых мучеников за веру, и в чине равноапостольных, как византийский император Константин, наш князь Владимир, то есть её духовный труд был равен трудам апостолов. Святая первомученица равноапостольная Фёкла. Своды пещеры, покрытые растительностью типа мха, они буквально сочатся влагой, говорят, что это слёзы многострадальной Фёклы. Со слов апостола Павла узнала об учении Христа Святая. Вначале его речи Фёкла услышала случайно. Поражённые их содержанием, она не ела и не пила три дня. А потом тайно пробралась к Павлу в темницу, чтобы послушать ещё. Тем, кто приходил к ней в пещеру, Святая Фёкла говорила о Христе и его учении со слов апостола Павла, так, как это запечатлелось у неё в сердце. И люди, чувствуя истинность её слов, уходили не только исцелённые физически, но и как бы обновлённые духом. Пещера, где жила Святая и где в нише находятся её мощи, превращена в часовню. Те, кто здесь получают исцеление, оставляют прямо в часовне свои костыли. А ещё восковые свечи обязательно в рост исцелённого или восковые изображения исцелённых частей тела. Где-то в недрах горы есть неиссякаемый источник воды, который выходит на свет возле пещеры. Отсюда и брала воду Фёкла. По наблюдениям монахинь и местных жителей, источник не пересыхает даже в засуху. Вода в нём считается святой. Сегодня в России среди русских православных верующих почитание Святой Фёклы не так широко. Но если вспомнить, то в Древней Руси, да ещё и в XIX веке, Фёкла, Феклуша было распространённым женским именем. Склоны гор поблизости от Святой Фёклы изрыты другими пещерами отшельников, которые после неё селились в этих местах. И постепенно, ещё в ранне-византийское время, в Маолюле возник монастырь. Из построек тех времён сегодня сохранилась только церковь, типичный крестово-купольный византийский храм. Монастырский двор, как обычно, с фонтаном в центре, окружён галереями в два этажа. На них расположены кельи насельниц. Это уже строение XIX века. Две одинаковые массивные входные двери в храм, мы видим одну, находятся с северной стороны. Похоже, они обиты старой листовой нитью. Под полом этой церкви обнаружены остатки языческого храма римского периода. Это весьма распространённые явления на Ближнем Востоке, когда на месте языческого храма строили храм христианский, что в известной мере психологически облегчало восприятие новой религии. Новообращённые шли к привычному месту паломничества, но теперь оно было наполнено новым духовным содержанием. В целом, для сирийских православных храмов настенные росписи сегодня не характерны. Храм монастыря святой Фёклы в этом смысле – исключение. Незидент Би submit Святая Феокла в своих иконах как бы присутствует при евангельских событиях. У нас ее фигуру поместили бы прямо на той же фреске. Здесь все более реалистично. Отдельные иконы святой просто рядом. Дважды образ святой Феклы встречается рядом с иконой Богоматери, не только в иконостасии, что как бы намекает на особую действенность ее молитв к Пречистой. Удивительно чистое и теплое впечатление. Производит монастырь святой Феклы в Маолюле. Прощаясь, взгляд падает на медальон, где святая Фекла изображена с двумя львами у ног. Ведь за проповедь христианства девушку бросили к львам, а дикие звери, ко всеобщему изумлению, стали лизать святой руки. Помимо необычного разлома скалы позади монастыря, святого источника и слез святой Феклы в пещере, это место уникально еще и тем, что только здесь, в простом разговоре местных жителей, можно услышать язык, на котором говорил Христос. Это сирьякский западный диалект арамейского языка. Говорит на нем около шести тысяч человек в трех сирийских поселениях этого района. Он называется Коломон. Здесь единственное на земле место самой жизнью, так непосредственно связанное с Евангелием. Поистине бесценный дар миру от православного христианства Сирии.